Всем привет, друзья! С вами Юриспро и его постоянная ведущая Светлана Малышева. Сегодня я хочу поговорить о недвижимости. Очень много вопросов поступает относительно того, что будет с рынком недвижимости в 2024 году и какие изменения на законодательном уровне нас ждут. Во-первых, с 1 февраля 2024 года на 7,5% будет проиндексирован материнский капитал. Это изменение коснется детей, рожденных в 2024 году, а также всех, кто не использовал материнский капитал или использовал только часть средств. На первого ребенка он вырастет с 587 до 631 тысячи, а на второго с 776 до 834 тысяч рублей. Хотя, по мне, это очень сомнительная индексация, так как цены на недвижимость значительно выросли, а первоначальный взнос вообще составит в следующем году 30%. То есть, если квартира стоит 10 миллионов, первоначальный взнос 3 миллиона, и большинству семей материнский капитал не особо поможет в покупке квартиры в данной истории. Но это уже, так скажем, совсем другая история. Также с 1 января 2024 года упростят процедуру регистрации права собственности для сделок с юрлицами. Росреестр полностью перейдет на электронную регистрацию, а для физлиц упростят подачу документов. Нужен будет только скан договора и не нужны будут документы по объектам. Также с 1 февраля 2024 года будет увеличен период охлаждения по отказу от любых видов страховок. То есть, если раньше отказаться от страховки можно было в течение двух недель, то сейчас это можно сделать в течение месяца. И тут стоит отметить также, что разрабатывается законопроект, и он уже прошел два чтения, согласно которому хотят запретить банкам увеличивать процентные ставки после того, как клиент отказался от страховки. Ну и раз мы затронули законопроекты, то, думаю, стоит пройтись и по законодательным инициативам. Эти законы рассматриваются, но еще не приняты. Их могут принять в следующем году. Например, материнский капитал хотят сделать бессрочной программой. Также решается дальнейшая судьба льготной ипотеки. Сейчас она продлена до 1 июля 2024 года. Будет ли она продлена еще, пока неизвестно. Также рассматривается законопроект, по которому искровые счета могут применять не только при строительстве многоквартирных домов, но и в частном секторе. Кстати, отличная идея, так как у меня буквально месяц назад было дело, семья решила построить дом. Заключили договор с компанией, которая хитрым образом прописала в договоре срок начала первого этапа строительства в виде согласования архитектурного решения. Они прописали не ранее, чем через 30 дней. Обратите внимание, не ранее, чем через 30 дней. Такая фраза, которую можно понять двояко. На словах сказали, что в течение 30 дней приступим. А по факту не ранее, это означает, что могут приступить через 30 дней, а могут через 2 месяца, а могут через год. Соответственно, люди подписали договор, к строительству никто не приступил. Люди приняли решение расторгнуть договор, мы отказались в одностороннем порядке от исполнения договора, долго вели переговоры, удалось возвратить денежные средства, основную сумму, и сейчас мы судимся за проценты. Но в этой же компании еще очень много пострадавших, где, например, какие-то работы уже начали выполняться, и не факт, что они вернут всю сумму денег. Если бы в данном случае была возможность воспользоваться эскроу-счетом, было бы проще. Нарушил условия договора застройщик при строительстве частного дома, деньги можно было бы вернуть. Думаю, что мошенников бы тогда стало хоть немного, но меньше. И еще затрону один вопрос. Он не касается изменений в законодательстве, просто очень часто от людей поступает много вопросов, касаемых моратория на неустойку ДДУ. Думаю, многие в курсе, что с 1 июля 2023 года перестал действовать мораторий на неустойку, который начал свое действие с 29 марта 2022 года. Простыми словами, если условно по договору вам должны были передать квартиру в мае 2022 года, а передали только в мае 2023, ну, по факту просрочили на год, вы не смогли бы за этот период времени получить никакую неустойку. Но когда мораторий сняли, люди задались и до сих пор задаются вопросом, как считать неустойку, если часть просрочки выпала на период действия моратория, а часть после. На самом деле тут просто в любом случае неустойку нужно считать с 1 июля 2023 года. Все остальное не учитывается. А для тех, кому сдали квартиры после моратория, и просрочка, например, началась после, допустим, должны были сдать 1 сентября, сдали 1 ноября. Здесь неустойка рассчитывается в общем порядке, так же, как рассчитывалось и раньше. Надеюсь, этот выпуск был полезным для вас. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и задавайте любые вопросы. Для этого переходите по ссылке в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok